Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, братья и сестры! Мы начинаем с вами исследование книги Ветхого Завета, книга притчей Соломона на библейском интернет-портале экзегет.ру и с вами снова сегодня я, Андрей Иванович Солодков. Книга притчей Соломонов в еврейской библии называется «Мишле Шеломо», а у 70 толковников она носит название «Паремии», в славянской библии она обозначается как «Притчи», а Цицеркви же ее называют, с греческого звучит как «Панареттос София», то есть «Премудрость добродетелей». Книга священного писания притчей Соломонов писалась Соломоном, он, как известно, был сыном царя Давида, когда возводился на царство, то ничего не просил у Бога, кроме премудрости и разума. Об этом сказано в книге «Паральпоминон», вторая книга «Паральпоминон» с первой главы седьмого стиха, когда Соломон молился Богу и приносил ему жертвы, то в ту ночь, как сказано, явился Бог Соломону и сказал ему «Проси, что мне дать тебе». «И сказал Соломон Богу, ты сотворил Давиду Отцу моему великую милость и поставил меня царем вместо него, да исполнится же Господи Боже слово Твое к Давиду Отцу моему, так как ты воцарил меня над народом многочисленным, то ныне дай мне премудрость и знание, чтобы я умел выходить пред народом». И далее Бог отвечает Соломону и говорит, и сказал, 11 стих, «И сказал Бог Соломону за то, что это было на сердце Твоем, и Ты не просил богатства, имения и славы, и души неприятелей Твоих, и также не просил Ты много дней, а просил в себе премудрость и знание, чтобы управлять народом Моим, над которым я воцарил Тебя. А премудрость и знание дается Тебе, а богатство и имение в славу я дам Тебе, такие, подобных которым не было у других царей». То есть мы видим, что когда Соломон, как я уже сказал, воцаряется над народом израильским, то он просит только мудрости. И здесь, в общем-то, сбываются те слова, которые будут сказаны позже в Новом Завете, «Ищите прежде Царствие Божие, а все остальное приложится вам». Книга «Притчи Соломонов» писалась разными авторами. Не только автором является Соломон, потому как многие исследователи и отцы церкви говорят о том, что и в самой книге «Притчи» содержатся слова, что Соломон собирал премудрости и советы мудрецов. Как предполагают многие исследователи, что книга «Притчи» писалась не одно столетие, а несколько столетий, два или три. Но основная часть все же принадлежит авторству именно Соломона, и церковная традиция отдает предпочтение именно этому толкованию и этому пониманию того, что книга «Притч» была написана именно Соломоном. Она была написана примерно за тысячи лет до Рождества Христова. Соломон воцарился в 965 году до Рождества Христова. И книга «Притчи» начинается первая глава с первого стиха следующим повелением. Но прежде чем уже приступить к тексту, необходимо еще сказать, что «Притчи» — это некие иносказания. Мы знаем, что и Господь Иисус Христос говорил людям в притчах и говорил, что им нужно понимать все в притчах, а вам я потом разъясню позже, как оно и есть на самом деле. То здесь нужно отметить и следующее, что притчи бывают разных жанров. Бывают притчи иносказательные, бывают притчи аллегорические. И притчи же Соломона скорее принадлежат к такой метафоре, то есть некому поучительному метафорическому пониманию того или иного. То есть даже можно здесь сказать так лучше, будет некому наставлению. То есть если ты будешь поступать так, то Бог тебе даст то-то и то-то. Если не будешь поступать так, то можешь получить то-то и то-то. Поэтому книга притчи, она начинается с первой главы, с первой стиха, следующими словами. Притча Соломона, сына Давидова, царя Израильского, как мы и сказали, что указывает на авторство, чтобы познать мудрость и наставление, понять изречение разума, усвоить правила благоразумия, правосудия, суда и правоты, простым дать смышленность, юноше знание рассудительность, послушает мудрый и умножит познание, а разумный найдет мудрые советы, чтобы разуметь притчу и замысловатую речь, слова мудрецов и загадки их. Мы видим, что премудрый Соломон сразу обозначает с первых строк священного писания то, о чем пойдет речь во всей книге. То есть эти первые стихи, это как некий пролог, то есть зачем. Важное такое замечание, потому что не только в век сегодняшний, современный, люди спрашивают о том, что мне с этого будет. Так было всегда. Тот же премудрый Соломон скажет, нет ничего нового под солнцем. Действительно, как всегда искали, люди искали богатства, какого-то счастья, какого-то стабильности, успеха и прочие-прочие вещи, то, что ищут сегодня люди века сего. И в этом смысле Соломон сразу указывает, что будет человеку, если он приобретет мудрость и знание. И седьмой стих, это как некий такой центральный стих, все первые главы указывают на следующее. И мы читаем. Начало премудрости страх Господень. Глупцы только презирают мудрость и наставление. То есть премудрый Соломон пишет, что начало мудрости страх Господень. Что это за страх? Многие люди спрашивают, что надо бояться Бога. Речь идет о благоговейном страхе Божьем. Он является началом премудрости. Федор Михайлович Достоевский так и писал, если нет Бога, то дозволено все. Другими словами, бояться Бога, это значит понимать и верить, что Бог есть Творец и Промыслитель мира. Это значит верить так, как мы с вами исповедуем в символ веры. В веру во единого Бога Отца, Вседержителя Творца, небу и земли, видимым же всем и невидимым. Верить в Бога, это значит иметь понимание, осознание того, что мир и моя жизнь управляется не по воре случая или рока, а Богом, который имеет о каждом человеке, у которого есть замысел. Поэтому он и называется Бог Творец и Промыслитель. То есть Бог, который думает и промышляет о мире, о всем живом, в своем творении. Мы читаем по этому поводу. Есть интереснейшие слова у Амброса Медиаланского. Он пишет, цитата, «Если кто боится Бога, тот уклоняется от заблуждений и направляет стези свои на путь добродетеля. Если же кто не боится Бога, то не может отказаться от греха». Конец цитаты. Мы видим. Святитель Амброси Медиаланский дает это понятие, что значит страх Божий. Тот человек, который понимает, что от Бога ничего нельзя вскрыть, как псалмопевец, например, Давид об этом восклицает, «Господи, взойду на высоты, там ты, спущусь в преисподней, и ты там», ничего невозможно скрыть от Бога. И когда человек это понимает, видит это и помнит об этом, и слышит слова наставления при мудрости, то у него зарождается вот этот благовейный страх, что нельзя никакое свое преступление скрыть от Бога. И это не совершенство мудрости, а только начало духовной жизни. Так и говорит Амброси Медиаланский, «Если же кто не боится Бога, если же кто не боится Бога, то не может отказаться от греха». То есть, вера в то, что Бог, Творец и Промыслитель мира, дает нам с вами, человеку, состояние, которое называется одним словом, покаяние. Состояние видения своего внутреннего мира. Понимание, что все наши мысли и чувства, они ведомы Богу. Дьявол не может знать помышления нашего сердца. Он может только догадываться по нашим поступкам, как нам подыграть в наших греховных действиях, для того, чтобы отвратить нас от источника жизни Бога. Бог же знает все. Ничего нельзя от него скрыть. Никак нельзя его обмануть. Святой Феодорит Кирский пишет по этому поводу следующее. Цитата. «К безбожному имя глупца прикладывается наиболее естественно. Поистине и природе. Если начало премудрости страх Господень, то лишенность страха и отрицания Бога должны быть противоположны мудрости». Конец цитаты. Все верно. То есть, если начало премудрости — это страх Господень, то отрицание Бога — это начало глупости. Так и пишет. Например, учитель церкви Тертулиан следующая пишет о предписаниях против еретиков. Цитата. Уже отмечено, сколь тесные сношения еретиков с многочисленными магами, шарлатанами, астрологами, философами, с теми, конечно, которые преданы любопытству. И они говорят, ищите и найдете, используя иногда тексты Священного Писания, редясь в одежды праведности, выдавая ложь за истину. Ищите, говорят, и найдете, надо искать. Больше, чем больше знаний, разных знаний, и они умудрят человека. Это прямое и самое настоящее, если можно это назвать, прямым заблуждением. Это кривотолк, скорее, что любое знание делает человека умнее. Это не так. Еще философ Геродот говорил такие слова. Многознание не делает человека умнее. Сегодня в нашем образовании есть подобная тенденция и стремление разных знаний нахвататься из разных областей, и люди думают, что вот тогда человек станет умным. Нужны всесторонные знания, ну, конечно. Но надо помнить. Для того, чтобы правильно использовать эти знания, не помнить это изречение премудрого Соломона. Он так и говорит. Начало мудрости — страх Господень. Весь вопрос в том, как использовать те или иные знания. Есть знания, например, и открытия в науке, химии, физике, в оружейном деле. Смотря как люди будут это использовать. Те же открытия, например, водородной, там, бомбы, ядерной, химического оружия. Все эти знания можно направить в сторону самоуничтожения, которое придет к самоуничтожению как человека, так и человечества. Поэтому не всякое знание без страха Божия полезно. И так пишет Тертулиан. Уже отмечено, что сколь тесны сношения еретиков с многочисленными магами, то есть те, которые ищут просто так знания, шарлатанами, астрологами, философами, с теми, конечно, которые предан любопытству. Ищите и найдете. Этого они никогда не забывают. И далее продолжает. А где еще не страшатся Бога, как не там, где его нет? Где нет Бога, там нет и истины, а не где нет истины, там неизбежна и такая дисциплина. Он имеет в виду, что познание ради познания, которое приводит, не приводит ни к чему хорошему. А где Бог, там и страх Божий, который есть начало премудрости. Конец цитаты. Так пишет Тертулиан, учитель церкви. И мы читаем с вами далее. С 8 по 19 стих. Здесь будет предостережение. Премудрого Соломон пишет о предостережении против зла и насилия. Читаем. Слушай, сын мой, наставление отца твоего, и не отвергай заветы матери твоей, потому что прекрасный венок для головы твоей и украшение для шеи твоей. Сын мой, если будут склонять тебя грешники, не соглашайся. Если будут говорить, иди с нами, сделаем засаду для убийства под сереждом непорочного без вины, живых проглотим их, как преисподня, и целых, как нисходящих в могилу. Наберем всякого драгоценного имущества, наполним дом и наши добычью. Жребий твой ты будешь бросать вместе с нами. Склад один будет у нас всех. Сын мой, не ходи в путь с ними, удержи ногу твою от стези их, потому что ноги их бегут козлу и спешат на пролитие крови. В глазах всех птиц напрасно расставляется сеть, а делают засаду для их крови и подстерегают их души. Такое наставление дает премудрый Соломон тут, в общем-то, истолковывать в большей степени и нечего, потому что и так все понятно. Не ходи, говорит, премудрый Соломон, с теми, кто говорят о том, пойдем ограбим, приобретем богатство, ты будешь вместе с нами, будешь в доле, у нас будет один банк, будет один счет, будет свой общак, если вдруг тебя посадят в тюрьму, мы тебя обязательно оттуда вытащим, не бойся, мы вот группировка, мы некое такое братство, когда читаешь эти строки, невольно напоминают тот бейстриллер, который ходил в 90-е, это, как он назывался, где-то, бригада, да, вот у них там все общее, я помню, как мне рассказывали, в школе этот такой преступный романтизм, до чего он довел очень многих людей, в школах, после просмотра этого фильма, начали люди собираться в какие-то стаи, в банды, очень много людей, как уже свидетельство их родителей, и было понятно, что это было влияние этого фильма, очень многие люди попали в колонию для малолетних, насмотрелись этого, все это в кино, конечно, интересно, загадочно, необычно, вот сейчас, и все такие они герои, но конец их, что произошло с этими людьми, которые увлеклись просмотром подобных фильмов, и начали подражать, они просто не читали книгу притчей Соломона, если бы прочитали, никто-нибудь им подсказал бы, может быть, они остановились бы, как сказано, остановитесь на путях ваших, и познайте, что есть путь древний, так и говорит премудрый Соломон, и предупреждает, предупреждает от зла и насилия, наберем, говорит, пойдем, все подстережем, сын мой, буду склонять тебя, говорит он, грешники, не соглашайся, не соглашайся, что по этому поводу, да, говорят, отцы церкви, например, свидетель Анатолий Златоуст пишет, что если не согласишься, будет награда за верность, он так и говорит, цитата, если сохранишь в сердце законы твоего отца, и соблюдешь заповеди твоей матери, то получишь некогда при воскресении праведных, прекрасный венец и золотую цепь, дает истолкование на первое, первое, главу 9 стих, с которым мы начали читать, с 8-9 стих, потому что это прекрасный венок для головы твоей, украшение для шеи твоей, слушай наставления отца и матери твоей. Далее продолжает святитель Анатолий Златоуст, и пишет, будучи прославляем и увенчан Христом в небесном и вечном царстве, если будешь состязаться достойно венца, потому что никакой борец не получает венца, если не состязается твердо и законно, конец цитаты. То есть свидетель Анатолий Златоуст проводит здесь параллель, что человек может достичь венца, победы, праведности, только тогда, когда подвизается законно, и он приводит даже здесь спортсменов, которые подвизаются незаконно, и мы знаем, те, кто увлекается сегодня в современном мире спортом, я это слышал в средствах массовой информации, что есть какие-то законные правила, а есть незаконные, тогда человек дисквалифицируется, если он состязается неправильно. Так и в духовной жизни. Так и в духовной жизни. Поэтому здесь и премудрый Соломон, и свидетель Анатолий Златоуст предупреждают от этого опасного состояния впасть в беззаконные какие-то добычи и состязания мнимого благополучия. Как мы с вами прочитали, 11-15 стих будет говорить, «Иди с нами, сделаем засаду, не ходи, — говорит, — жребий будем бросать». Вот, например, Блажен Августин видит в этом следующее в этих словах, цитата. «Приводимые в притчах слова нечестивых, подстережем непорочную без вины, наберем всякого драгоценного имущества, не до такой степени темны, чтобы их нельзя было без особого и старательного толкования применять к Христу и его имуществу церкви». Нечто подобное и сам Господь Иисус влагает в евангельской притче в уста злых делателей. «Это наследник, пойдем, убьем его и завладеем наследством его». То есть здесь мы видим, что Блажен Августин видит и указание такое на притчу, которая записана в Евангелии от Матфея 21-28, где Христос посылал несколько раз своих пророков и в конечном итоге послал сына, говорит, говорит, притча о виноградарях и виноградниках, говорят, может быть, убоятся сына моего. Но мы помним, что эти наемники, виноградари, которым был поручен виноградник, то есть народ иудейский, они вероломно поступили с сыном, то есть с сыном Божиим, которого послал отец, виноградник свой, прообраз церкви, и убили его. Здесь Блажен Августин хочет как бы сказать этими словами следующее, что кто входит в церковь, как вор-разбойник, через ограду, тот, а не дверью, которой есть Христос, тот есть вор-разбойник. Кто входит незаконно и подвизается незаконно, кто ту премудрость, которую дал ему Бог, расточает на, и знание, расточает на обретение, приобретение богатства тленного, тот направляет неправильно свой разум и от этого найдет себе погибель. Так видит Блаженный Августин в этих изречениях. Хотя они и напрямую очень понятны, как предустерегающие от зла и насилия. И мы читаем далее. Таковы пути всякого, кто алчит чужого добра. Оно отнимает жизнь у завладевшего им. Точное изречение. Я как-то уже рассказывал, смотрел один фильм, где появляется чемодан с деньгами. Там человек поехал на охоту, и вдруг там он увидел, что стоят несколько автомобилей, все друг друга убили. Там чемодан с деньгами, он берет этот чемодан, бежит с ним. Ну, естественно, хозяева есть у этого чемодана, они за ним. Там целые перестрелки. Я посчитал, потом сбился со счету, примерно полчаса, наверное, считал, 37 или 38 жизней. То есть 38, примерно, около 40 смертей, скажем так, 37, не помню. Но это что это? К чему приучают наш разум? К тому, что жизнь человека ничего не стоит. Что деньги, вот они. И премудрый слава он говорит, что кто, так он и говорит, таковы пути, таковы пути всякого, кто алчит чужого добра. Оно отнимает жизнь у заволодевшего им. Точно. Вы, наверное, догадались, чем закончился фильм. Все умерли. Всех перестреляли. Эти деньги неизвестно, куда они там пропали. По-моему, что-то там их куда-то выбросили, они на дно океана там утонули. Но все умерли. Отнимают у человека жизнь. Ладно, если бы она отнимала у человека жизнь здесь, в этой земной жизни, но она отнимает у человека жизнь вечную. В главных местах собрания продолжает сломон. Проповедует. Та премудрость возглашает на улице, на площадях возвышает голос свой. В главных местах собрания проповедует. При входах в городские ворота говорит речь свою. Доколе невежды будете любить невежество. Доколе буйные будут услаждаться буйством. Доколе глупцы будут ненавидеть знания. Обратитесь к моему обличению. Вот я и залью на вас дух мой. Возвещу вам слова мои. Я звала, и вы не послушались. Простила руку мою, и не было внимающего. И вы отвергли все слова, и за все мои советы и обличений моих не приняли. Зато я посмеюсь вашей погибели. Порадуюсь, когда придет на вас ужас. Когда придет на вас ужас, как буря и беда, как вихрь принесется на вас, когда постигнет вас скорбь и теснота. Тогда будут звать меня, и не услышу. С утра будут искать меня, и не найдут меня. За то, что они возненавидели знания и не избрали для себя страха Господня, не приняли совета моего, презрели все обличения мои. Зато и будут они вкушать от плодов путей своих и насыщаться от помыслов их. Потому что упорство не вешет, убьет их, и беспечность глупцов погубит их. А слушающий меня будет жить безопасно и спокойно, не страшась зла. Такие слова. Так заканчивается первая глава книги притча Соломона. Здесь премудрый Соломон говорит, что есть определенное время, время благодати, но настанет страшный суд. И когда люди будут уже искать мудрости, искать знания, искать благодати, искать Божьей помощи, но будет уже поздно. Об этом говорится в Евангелии от Матфея. Притча, известная притча о Евангелии от Матфея, 25 глава, о десяти неразумных девах. Помните? 25 глава с 1 стиха. Тогда, подобно царстве небесной, десяти девам, которые, взяв светильники свои, вышли навстречу жениху, из них пять было мудрых и пять неразумных. Неразумные взяли светильники свои и не взяли с собой масла. Мудрые же вместе со светильниками своими взяли масло в сосудах своих. И как жених замедлил, то замедлили все и уснули. Но в полночь раздался крих, «Вот идет жених, выходите навстречу ему». Тогда встали все девы, и те и поправили светильники свои, неразумные же, сказали мудрым, «Дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут». А мудрые отвечали, «Чтобы не случилось недостатка у нас, и вас пойдите лучше к продающим и купите себе». Когда же пошли они покупать, пришел жених, и готовые вошли с ним в брачный пир, и двери затворились. После приходят и прочие девы, и говорят, «Господи, Господи, отвори нам». Он же сказал им в ответ, «Истинно говорю, вам не знаю вас». Время закончилось. Пришел страшный суд. Человек, который, человек, который не стяжал мудрости и страха Божия, благодати Христовой в этой жизни, в жизнь вечную не войдет. Поэтому премудрый Соломон так и предупреждает от всяких опасностей века сего. Он предупреждает, что опасны свои знания, те знания и то мышление, скажем так, и тот разум, которым Бог наделил человека направить в сторону, которую принесет человека только погибель. А человек живет один раз в этой жизни. Другой жизни уже человека не будет. Поэтому Господь призывает, «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас, и найдете покой душам вашим. Ибо сегодня время. Не знаем, будет ли оно завтра, найдется ли это время, когда мы все откладываем на потом, чтобы стяжать мудрость, начнем завтра, чтобы стяжать благодать Святого Духа, откладываем свой поход в церковь, в церковь на завтра, там, когда закончу учебу, сдам сессию, закончу учебу, когда будет отпуск, когда выйду на пенсию». А кто сказал, что это будет? Не будем медлить в своем исправлении. Будем стяжать благодать Духа Святого. Будем обращаться к Богу, чтобы не оказаться среди этих неразумных дев. Пришло время, время благодати закончилось, поэтому будем в нашей жизни искать, как говорится у псалмопевца Давида, искать Бога. И Господь так и говорит, ищите прежде Царствие Божие, а все остальное приложится вам. Спаси Христос. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова